На связи Алексей Валерьевич Журавка. Алексей Валерьевич, добрый вечер. Спасибо большое, что вы с нами. Ну, я не могу, конечно, не спросить вас про Азовсталь, про то, что сейчас там происходит. Ваши эмоции, они всегда бесценны. Поэтому здесь, как вы отреагировали на то, что там началось? Ну, как отреагировать? Конечно, жаль, что этих подлецов оставляют живыми. Но свидетельства должны быть. И в данный момент они должны быть все арестованы. Закон превыше всего должен пройти трибунал. Мы не должны опускаться до того, что они опускались, и то, что они творили с человечеством. Поэтому в данный момент Нюнбергский процесс должен повториться. И люди должны видеть все их преступления и то, что они творят. Вот я сейчас нахожусь уже второй день в Горловке с четырех часов утра. Очень тяжело спать. Понятно, что это и Азовцы, и Тербатальон, и ВСУшники. Хотя я уже ВСУ сегодня приравниваю к преступникам самым настоящим. Понимаете, расстреливают население мирное. Здесь, где я нахожусь, нет ни одного военнослужащего. Я не представляю и не понимаю, за что так не любить мирных граждан, чтобы их вот так просто-напросто убивать и проводить геноцид. Страшно, когда просто расстреляли трубопровод. Люди сегодня без воды, фактически. Я разговаривал сегодня с населением. Я не представляю, как можно этим, извините за выражение, выблетком прощать. Вот я не представляю. Много у меня эмоций. Я общаюсь с Иваном Приходько. Я поражаюсь его, знаете, терпением. Мудрости. Хотя если бы ему сегодня дать этого Азовца, или еще кого-то, он бы простерзал. Но он мне говорит такие слова. Мы в законе живем. Мы не должны до такого опускаться. Мне вот приятно слышать, что мы, как русские, как славяне, народ-победитель, не опускаемся до той жестокости, которая не себе позволяет. Расстреливают просто в тупую. И если бы не ПВО Российской Федерации, и не военные ВСУ, ой, не ВСУ, извините, пожалуйста, не военные ДНР, ну, как и Херсон, мы бы уже давным-давно, за неделю бы снесли эту горлоку. Вот у нас такая же самая ситуация. Там Зеленский, и все то отребье киевского режима говорит, что мы любим Украину, она единая. А что-то я не вижу. Херсон, я вот уехал два дня назад, расстреливают так же сам, из точки У, из РЗСО. От них только слышно вранью. Вот и все. Вообще я не знаю, что с этим Зеленским надо сделать. Его просто-напросто надо распять. Вот я в Горловке сегодня посетил два мемориала. Один Мадонны, известный Донбасса. Вот внутри, я даже не знаю, как сказать, вот боль, горе, сердце так накалялось, можно сказать, как сталь. Вот за что эта молодая девочка с ребеночком погибла? Вот за что? Для того, чтобы мы терпели этих тварей, которые просто мирное население в качестве счета держат? Или для того, чтобы слушали этого негодяя Зеленского и вели с ним переговоры с этой мерзостью 95-го квартала Кровавого, который просто стирает с лица земли города? Русский город Николаев, Херсон, Одесса, для того, чтобы они минировали, превращали просто в выжженную землю? Вот знаете, мне страшно наблюдать за тем, что мы, какие же мы все-таки благодетели. А может, давайте остановимся и задумаемся, что это Великая Отечественная война, продолжение только 21-го века. Может, хватит уже балаболить с этими тварями и недоносками? А? Вы что думаете, вот здесь люди, которые под обстрелами убирают каждый день вот эти ужасы, можно сказать, мусор, но это же не мусор. Это же человеческий труд. Свой же они убирают в Воловке. Под чем? Под обстрелами? А мы продолжаем балаболи с ними играть в каких-то совестливых людей? А у них совесть есть? У них же нету совести. Вы посмотрите, там минируют мосты. Там вот сегодня я проехал, посмотрел взорванный мост, да, он в 2014 или 2015 году был взорван. Но это же только фашисты, отреби это поступают. Может, давайте мы их начнем уничтожать? Может, давайте создавать специальные лагеря, чтобы они уроды моральные почувствовали, как надо отстраивать все то, что они порушили. Что-то у нас много кухарок появилось. Что-то у нас какие-то минометчики, которые направляют РСЗО на мирных граждан. Они то в кухне где-то работали, то водителями работали. Что-то я смотрю, мы что-то на эту жизнь не понимаем. У нас что, в России идеология не проснулась, что ли? Вот мне обидно за тех настоящих героев. Я общаюсь просто с простыми людьми. Мне обидно за Ивана Приходько, мне обидно за замов. До каких пор мы этих негодяев будем терпеть? Мы что, не помним наше прошлое? Так давайте уже точку поставим. Вы знаете, у меня сегодня вот такая позиция родилась, что, наверное, нам, она может не родилась, а как бы сказать, пришла. Может нам надо дойти до самого обратного рейста и вооружить флаг Победы, чтобы закончить этот бред сумасшедший англосаксоном, который терроризирует весь славянский народ? Вот мы о чем думаем вообще? Можно по-разному относиться, но вообще-то это боль, это трагедия целого народа. И не только российского, а многонационального народа. Алексей Валерьевич, ну, я вас абсолютно понимаю, и вот то, что сейчас происходит с пленными Азовстали, следствия и органы работают. И все то, к чему они причастны, естественно, мы скоро узнаем. И кто там еще остался, тоже их выведен на чистую воду. 22-го, назовем, года, 21-го века, он должен повториться. Мы должны людям объяснить, где белый, где черный. Я абсолютно согласен. Ну и вот, вы знаете, Дагтябрь Иванович, я прошу прощения, что перебиваю вас. Вот вы очень хорошую тему затронули, когда начали говорить то, что вы сейчас в Горловке, то, что происходит там. И всех этих либерастов, которые там вот в России сейчас вякают и всяческим образом пишут «нет войне, черные квадратики» и так далее. Вот всех отправить в Горловк прям автобусом специальным. Прямо автобусом, чтобы они прочувствовали все то, что чувствуют... Вы немножко, я извиню, извиняюсь, вы немножко мягко рассказываете. Вот я смотрю по вам... У нас ценз 12+, Алексей Вариж, поэтому здесь мы должны доносить именно для всех, для всех, для молодежи в том числе. Вы извините, я вас пребью, как бы я поступил, да? Вот я без руки, без ноги. Вот послушайте, пожалуйста. Независимо от того, что мне больно ходить, я родился таким. Но когда я зашел и увидел парней сегодня в больницу без рук, без ноги, мне страшно было. Это ж оторвали свои же, фактически. Свои же вот типа вот этих либерастов, которые фактически это все сделали. Между нами нас поссорили. Мы ведь единый народ. Так вот, я предлагаю не рассказывать здесь по телевизору, какие либерасты, а всех их немедленно арестовать. Следующее. Есть же уже статьи, которые сегодня Россия попринимала. Вот в горловку привезти их, снять носки, туфли, и чтоб они прошлись голыми ногами по тем осколкам, которые сегодня натворили вот эти украинские бомбы. Вот это может быть правильно, чтобы они прочувствовали то, что здесь чувствуют каждый гражданин в Орловке, Донецке, Херсона и так далее. Вот это может было правильно. А потом по 15-20 лет им дать тюремного заключения и не обращать внимания на то, что какая-то, как она и Европа называет, что-то там скажет или нам сегодня будет рассказывать о демократии. Вот может так надо поступить? Я бы жестко поступал. Понимаете, я родился таким инвалидом, уродом родился. Но я в жизни больше толк понимают. А они вот там рассказывают про что-то, а пацаны сегодня без рук, без ног, без глаз остаются. Ради чего? Ради их рассказов? Алексей Валерьевич! Ну, я не то, чтобы вас поддерживаю. Тут абсолютно, как бы здесь даже добавить нечего. Мы понимаем, что и следственные органы работают, и ФСБ тоже не дремлет. Мы очень много в наших эфирах и показываем, и рассказываем о том, как того или иного диверсанта поймали, осудили. Поэтому здесь работа ведется. Но я с вами согласен. Да когда-либо настанет время, когда все они должны будут пройтись вот голыми ногами. Абсолютно. Давайте все-таки чуть-чуть успокоимся, потому что мы понимаем, что очень хорошие новости происходят с вашей родины, с Херсона. Да, там был и вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснулин, да, вместе с Сергеем Аксеновым, главой Крыма. И вот давайте посмотрим видео, где они оценили обстановку и прокомментируем с вами. Буквально минута. Да, сейчас будет звук, будет интервью. Они были... Да, нет, нет, все нормально. Сейчас пойдет звук. Давайте немножко промотаю. Вот здесь, отсюда. Здесь должно быть интервью. Херсон начал строиться в 1778 году. Одновременно с ним начал строиться и порт. То есть город-порт изначально, поэтому природно здесь именно такой вид деятельности, перевалка различных грузов, в первую очередь сельскохозяйственных, потому что область хозяйств аграрная и, естественно, много грузов аграрных. Портан Херсонской области будет? Ну, там у них МППЖТ там находится, база, там у них нефтехранилища есть. Это просто, как бы, площадка отстоя вагона. Вон там разгрузочная, вон еще вагон не стоят. Но он нормальный. Есть еще завод там, венгерский, и Дунапак, который делал Гушатару. Ну, с картонки все. И комбикор был изнарушен. Ну, я сделаю небольшое резюме о тех заявлениях, которые делали представители. В Херсонской области надо максимально быстро запустить все заводы, начнется восстановление дорог и мостов. Предусмотрена также большая поддержка по линии Минсельхоза России. Российский вице-премьер Хуснулин в Херсоне заявляет. У Херсонской области большие перспективы. Регион займет достойное место в российской семье. Вот, как вы считаете, какие еще направления, может быть, не то, чтобы были упущены, а о чем еще нужно говорить, чтобы быстро запустить на Херсонщине? Ну, я знаю, что приезжал Аксенов, приезжал вице-премьер. Я считаю, что на сегодняшний день те вопросы, которые подняли для жизнеспособности Херсонской области, они абсолютно правильны. Да, без России Херсонская область сегодня не справится как бы мы этого не хотели, потому что ущерб за 8 лет нанесен очень колоссально. Поэтому, если будет оформлено люготное кредитование для села, будет выдана химия, необходимая для села, и разрабатывается инфраструктура развития непосредственно села и мореходного, будем говорить, мореходные программы, конечно, это хорошо. И по производствам это хорошо. Но есть еще такое самое основное, когда нам за короткое время надо переформатировать вот то гетто, которое они устроили, то есть киевский режим, назовем так, информационное, нам надо сегодня учебники, это самое главное, потому что первое сентября не за горами, нам сегодня нужна помощь с учителями, это самое главное. И полностью вырезать с корнем вот то националистическое прошлое, которое 8 лет вдувалось в уши от мало до великого, назовем так. Поэтому мы тоже одни не справимся в Терсонской области. Это не Донецк, там совсем другая ситуация. Хотя ресурсов нам информационных не хватает, нам не хватает сегодня газет, то, что надо распространять в каждое село, в каждый район, в каждый малый городок и так далее, и в большие города, для того, чтобы люди понимали, что на самом деле происходило в течение 8 лет. Нам надо помочь в этом плане. вот этого не хватает. Все остальное, то, что касается хозяйства, экономики, я думаю, мы справимся. У нас подолюбивый народ, он хочет работать на земле, он хочет работать везде. Я думаю, все получится. И если согласно программе, той, которую я вижу в России, предлагает по Херсонской области, я думаю, что за этот год она справится. да, есть определенные проблемы, но они чисто назовем так хозяйственные. Но я думаю, справимся. По заявлению Сергея Аксенова, Крым готов помочь Херсонской и Запорожской областям интегрироваться в российскую действительность. Вот о чем он говорит, вот чем прямо конкретно сейчас может помочь Крым? Ну, давайте будем говорить с вхождением рубля, значит, это говорится об экономике. Экономика идет не в разрез тому хозяйственному блоку, который есть. Это у нас машиностроение, это у нас сельхозпроизводство, сельхозпереработка, это выращенная продукция, которая идет от непосредственно Херсонской области, это реализация ее на территории Крыма и дальше на Кубань, то есть это транзит. А мост, как мы знаем, работает и успешно, то есть наша продукция будет уходить дальше за Крым. Это уже своего рода помощь, ну а если сегодня Крым запустит непосредственно железную дорогу, которая необходима для нас, как для херсонцев, а это пойдут грузы, конечно же экономика в разы вырастет в Херсонской области, это нам необходимо. Ну и плюс надо сегодня все создать для того, чтобы у нас электросеть наладить, а это рабочие места, представьте себе, если с Крыма пойдет поток электроэнергии, так как Украина сегодня создает проблемы, но это ж рабочие места, плюс фермерство, то, чего нет в Крыму, Херсон даст по фермерству очень много чего, а это реализация, это рынок, ну а когда запустится полностью, будем говорить, перемещение с Крыма на Херсон, это приграничных участков, назовем так, конечно, это улучшит не только товарооборот, но это укрепит узы семейные, человеческие и так далее, но я считаю, что в Крым и Херсон мы должны сделать широкополосную трассу, которая будет объединять нас, полуостров и Херсон, это увеличит грузопоток автомобилей, это развитие региона колоссально, поэтому перспективы в том, что Крым на сегодняшний день, несмотря на то, что 8 лет назад сотворили такое страшное горе, ну, я думаю, перспектива есть очень серьезная. Алексей Валерьевич, ну вот, мы постоянно задаем вопросы не только про Херсон в целом, но и жители, вот насколько они готовы интегрироваться в российскую среду, в российскую экономику, вот действительно, вот прямо сейчас, чем они могут это сделать? Ну, давайте будем говорить, чем больше украинская власть творит горе для херсонского народа, ее жителей, тем быстрее Херсон уйдет в сторону России. Мы видели прекрасно, что происходило 9 мая. Как только Россия защитила от того беспредела, который творился 8 лет, народ проснулся. А если информационный поток будет правильный, естественный и природный, назовем так, нашей истории, конечно же Херсон воспринимет, он начнет говорить, если говорить то, что я увидел своими глазами, то Херсон не умер, как многие говорят, что Херсон все это бандеризация, это полный вахт, назовем так. Нет, это не так. Я вам говорю, я общался с учителями, я общался с производителями, с фермерами, с бизнесменами общался, я много ездил по району, это не так. Поэтому вот приведем пример, обстреляли они голую пристань с точки У и 28 домов, знаете, как снесло на нет, то оттуда я слышал, что теперь мы понимаем, кто на самом деле уничтожает Украину. Нам лучше идти в Россию. Мы ведь там большую часть русскоговорящие, не только, у нас деды и прадеды воевали в Великой Отечественной войне. И ничто не забыто, поверьте мне, даже под таким гнетом, который творила украинская власть, люди несли все 8 лет цветы на могилы своих дедов и прадедов. Поэтому я считаю, что перспектива не только развития, но и восстановления справедливости и снятия этих шор, она у нас есть. И молодежь можно нам вернуть. Нам нужно бороться за них. Продолжение войны идет. И нам надо за каждый ум бороться. Только так мы победим. За одну секунду мы ничего не сделали. Мы уже 8 лет, как говорится, пропрощались. А теперь нам надо эти 8 лет догнать и еще лет 5 вперед пройти. Для того, чтобы вернуть то самое, что мы единый народ. Назову я так. Ну и вчера Минобороны России заявили, что над Херсоном были перехвачены 10 снарядов РСЗО СМЕРЧ. И ведомстве напомнили, что войск в городе нет, о чем знает украинская сторона. Обстрелы естественно умышленно ведутся по мировому населению Херсона в отместку за поддержку России. Так вот, еще раз давайте подчеркнем, ну учитывая, что какие настроения были в Херсоне буквально пару недель назад, когда и с украинскими флагами там ходили, насколько жители Херсона сейчас научились понимать, кто ведет обстрел? Ну, давайте будем так говорить. Вот, я жил в Херсоне два дня назад был. Я вам хочу так сказать. что каждый ихний обстрел это обозначает все больше и больше отдаления от Украины. И это не то, что там, допустим, я выдумал, я общался с людьми, с херсонцами, и они говорят, нам такая Украина не нужна. Мы понимаем, кто обстрелит. Но хочу вам так сказать, если бы сегодня не Россия и не ПВО Россия, мы бы уже Херсон еще бы недели две назад не видели. он бы был бы стерт. Вот это я вам говорю на тысячи процентов. И херсонцы это понимают. Только единственное, что самое страшное, это то, что херсонцы боятся, и они покидают Херсон. И большая часть почему-то последнее время стала не на Украину ехать, на ту, которая контролирует этот кровавый режим, а уезжает в сторону Крыма. Они уже там гораздо безопаснее себя чувствуют, чем, допустим, в Николаеве, либо в Одессе, если куда-то они уедут, либо на Западную Украину. Это я могу на сто процентов сказать, что это так. Ну и гуманитарная помощь выдается, о чем и свидетельствует объявление в одной херсонской газете, то, что 17 мая в Херсоне проходит на центральном и Днепровском рынках выдача гуманитарной помощи. Вот насколько она должна продолжаться, как вы считаете, ну мы уже начали с вами тему, что народ выезжает, но все-таки остается, и Херсон готов интегрироваться, и не только скажем так в жизнь вместе с Крымом, но и в Российскую Федерацию. Вот здесь, насколько она важна сейчас, эта гуманитарка? Гуманитарная помощь выдается не только в центре Херсона, но и по районам, и по самой области. И огромное спасибо россиянам. Но я как человек хочу сказать свое мнение. Я против этого. Нужно помогать до поры до времени. Сегодня надо запускать экономику, хозяйство, потому что Россия это не резинка, которую можно тянуть и тянуть. У России очень много своих проблем, и не только проблем внутри, но и на международных позициях. Она не только Украине помогает. Поэтому чем быстрее мы запустим экономику, тем будет легче нам вместе бороться с другими проблемами. Поэтому огромное спасибо, конечно, что Россия не бросает трудную минуту Херсонскую область. И это абсолютно правильно. Но мы не должны забывать, что Херсон не один. Есть Запорожье, есть Мелитополь, который гораздо серьезнее пострадал, Мариуполь, то есть гораздо серьезнее пострадал, чем Херсон. Херсон, ну, если так просто, по-простому говорить, на 95% целенький остался. Поэтому надо думать сегодня, как запустить полностью экономику от минуса до плюса, назовем так. Ну, самое главное, то, что люди готовы, это мы понимаем и из вашего телеграм-канала, кстати, обязательно подписывайтесь, телеграм-канал Алексей Журавка, а также у других наших друзей, телеканал Соловьев Лайв, с которым мы постоянно тоже общаемся. И давайте не забывать, что есть еще Николаев, откуда вот приходят и такие материалы, давайте покажем. Жительница Николаева пишет, что рада, что осталась в городе, что все начинают понимать, откуда и кто стреляет. Да, так и пишет. Я тебе скажу, что я с одной стороны и рада, что осталась в своем городе, так как намного глаза открываются. Мы, сидя дома, уже выучили, откуда отлеты, куда прилеты. И для нас, жители Николаева, уже не секрет, что кассетами обстреливают наши районы, свои же, то есть ВСУ. Вчера стояли на улице, наблюдали ракетку, которая полетела в вашу сторону. Наблюдаем, как ВСУ завозят в школы и детсады, комплекты боеприпасов, ставят пушки, роют окопы перед домами. Николаев тоже, тоже пробуждается, просыпается, люди все, все прекрасно понимают, и здесь их тоже нужно поддержать. И вот то, о чем вы говорили немножко выше, то, что да, люди устали, наелись и открыли глаза. Несмотря на то, что все в том же Николаеве, мы помним этого Кима, который что-то там все вякает и вякает, и все никак не остановится, но люди ждут, люди ждут, когда же доберутся и до них в том числе. Вот, Алексей Иванович, мы про горловку с вами сегодня очень много подробно говорили, вы сейчас там, и тоже небезопасно, но работа ведется. Скажите, какие от жителей, с кем вы встречаетесь, какие от них эмоции идут, что они прежде всего говорят именно лично вам, когда вас встречают? Ну, давайте так, тут разные есть эмоции, все-таки давайте будем говорить, люди, которые пережившие горе и продолжают переживать это горе, конечно, им приятно с одной стороны видеть такого, как я, даже без рук, без ног, не боясь там прийти и под обстрелы, и жить под обстрелами, и так далее. Приятно, что они меня встречают как друга настоящего. Я уже много лет дружу с Иваном Приходько, мне приятно слышать вот чисто человеческие слова, вот чисто человеческие, когда человек говорит, я тебя люблю как друга настоящего. Вот чисто и переживает, и пытается сберечь, а я как тот таракан на тачке и лезу в каждую щель. Мне просто интересно, как люди живут. Конечно же, был у медиков. Ну, слезы выворачиваются на глазах, в каких адских условиях они работают. Обратно, Россия очень сильно помогает медикаментами, помогает всем необходимым, очень много раненых поступает. Медики работают на износ. Люди сидеют на глазах. Я видел врачей, вот он в возрасте, и кажется, но он не по годам своим старше выглядит, намного старше, а он выглядит уже намного старше. Ведь это все проходит через сердце. Ведь эти люди спасают жизнь человеческую, а особенно тем, кто отдает за то, чтобы горловка была целая, за то, чтобы мирные жители жили на своих землях и не покидали их. Это, как сказать, сильные эмоции. Это вот жизнеутверждающие эмоции, которые говорят, мы не отдадим ни одного метра своей земли. но и, знаете, очень приятно с учителями было поговорить сегодня. Вот идут обстрелы, они учат детей, они рисуют, они говорят, нет, мы не не предадим свою историю. И было приятно слышать, когда учителя говорят так, мы против бандеров, мы против фашизма, но украинский язык здесь ни при чем. Когда здесь они говорят, чем больше вы языков знаете, тем больше вы будете людьми, рамотными, вы нужны будете обществу. Вот это приятно слушать, понимаете, вот есть человеческое, душевное, понимаете, вот когда я сегодня сходил в храм здесь, видя людей, которые просто наслаждаются жизнью, даже под обстрелами, видя детей, которые несмотря на то, что свистит, бахает где-то там, они бегают, улыбаются, беззаботно, потому что действительно солдат их защищают, защищают. Действительно защищают те чиновники и те учителя, доктора, и те коммунальщики, чтобы они не видели этого страшного. Понимаете, как приятно, когда смотришь вот то, что рассказывают люди и на фотографиях, и на видео видишь, когда вот обстрел прошел, оно разрушено, а дети встают на второй день, а этого уже ничего нет. Вот это героический поступок. Вот это и есть дух, смысл жизни. Вот так здесь живут горловчане. Понимаете, когда вот я зашел в палату, парень лежит без ног. Ну, вроде бы, пакетик там небольшой, мы с Иваном Приходько вручили и все остальное. А ты приходишь тоже такой же самый, ну, без руки, без ног. Я родился таким, но я хочу жить. То это стимул появляется к жизни. А ведь у него будет семья, дети. Самое главное, чтобы государство, что мне не ложили себя, отдавая свои жизни, оставаясь без рук, защищали не только Донбасс, но и Россию, матушку, от настоящих деспотов. Вот мы должны пробудить, знаете, совесть, честь, мудрость, ну и должна у нас родиться идеология не только Донбасса, но и всего русского общества, русского мира. И только тогда мы будем больше ценить не только свою жизнь и понимать, что такое настоящая победа, что такое герой Советского Союза, и что такое дед и прадед тех страшных времен 1941-1945 года. Вот это я здесь почувствовал. Я здесь это почувствовал. Поверьте мне. Ну, важны, важны визиты в такие места, когда действительно понимаешь, что люди начинают отчаиваться, когда приезжаете и вы, и ваши коллеги, действительно, это очень морально сильно на них действует, они понимают поддержку, и вы правильно говорите, что потом никто их не бросил. Такого не будет, поэтому мы не говорим ни про какую деукранизацию, мы говорим про денотификацию и демилитаризацию, потому что украинский язык красивый, песни на нем естественно все слышали хотя бы раз, но кто-то знает наизусть, поэтому здесь украинский язык естественно ни при чем. Алексей Валерьевич, спасибо вам огромное, что подключились. Я вам пожелаю здоровья и самое главное безопасности, потому что вам еще много предстоит.